Яркий цвет не главное. Высокие технологические возможности агротехники вот на что стоит обратить внимание. В юбилейный 90-й год компания Ростсельмаш демонстрирует свои производственные достижения. Соберет урожай глазом не успеешь моргнуть. Более 500 лошадиных сил. Возможность установки полного привода. Это зерноуборочный комбайн Торум 785. За один сезон может убрать больше 2000 гектаров разных культур. Но главное едет сам. Процесс обработки и очистки зерна тоже практически полностью автоматизирован. Один из первых шагов на пути к беспилотному комбайну. И поэтому на данном этапе оператору необходимо управлять скоростью движения комбайна, а также визуально контролировать технологический процесс. Кабина оснащена климат-системой, которая может поддерживать задаваемую оператором температуру. То есть летом холод, в осеннее время года тепло. Разработчики уверяют, профессия оператора комбайна полностью не исчезнет. Присутствие человека необходимо, но со временем водитель сможет управлять техникой удаленно, не находясь в кабине. А вот тракторы тысячной серии, универсальные и полноприводные. Трактора у нас делятся на три серии. Тысячная серия – это серия мощностью от 290 лошадиных сил до 370 в классической компоновке. Двухтысячная серия – это тракторы мощностью 375 и 400 лошадиных сил, шарнир на сочлененной компоновке. И далее трехтысячная серия до 575 лошадиных сил. И в управлении они достаточно просты, что очень важно для сельхозпредприятий. Там ручная коробка передач, вроде как на «Жигулях». И надежная, и стоит недорого. По критериям цена плюс качество – это хороший товар. Он востребован на рынке. Мы ими довольны. Они идут вперед. А этим дисковым баранам нипочем даже камни, которые попадаются при обработке почвы. Толщина дисков 12 мм погружаться под землю могут на глубину до 25 см. А самое главное – они сделаны из очень прочной и долговечной стали, так что прослужат оборудование многие годы. На дне поля «Ростельмаш» презентовал более 20 единиц техники. Всего в линейке продукции и компаний свыше 150 моделей. Агромашины предприятия используют не только в России, но и во многих других странах мира.